Закройте глаза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Медленно откройте глаза и выразите благодарность всем и всему, кто находится рядом с вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы упоминали практику, в которой мы должны учиться растворять наше астральное тело, и поэтому я спрашиваю, чтобы понимать, как это делать. А на самом деле в этом мире, особенно среди духовных людей, чакра это то, о чем говорят больше всего и понимают меньше всего. И практически не чувствуют, о чем говорят. Практически я не встречал никого в мире, А чья энергия поднялась бы хотя бы с первой чакры. И люди говорят, о, мое сердце заблокировано, моя сердечная чакра не работает. Или моя вишудха чакра заблокирована. Или моя манипура заблокирована. Вы заблокированы. Вы заблокированы. А не чакры. И вы не имеете представления даже о муладхаре, о корневой чакре. Какой смысл тогда говорить обо всех остальных чакрах? А есть одна вещь. А почему я против книг? Но я не против мастеров. Я не против учителей. Это может быть учитель музыки, пения. Но я против книжек. И даже если ваш учитель вообще ничего не знает, я все равно не буду против него. А если в вашей книжке все написано, я все равно буду против. Что происходит? Смотрите. Книжки делают все, чтобы вы никогда не пережили опыт. Все книжки направлены на то, чтобы вы никогда не пережили правду. И те люди, у которых есть опыт переживания истины, они не читали никаких книг. Иисус читал какие-то книжки? Книги были написаны после Христа, но Он не читал никаких книг. Его опыт был намного более ценен, чем вся Библия. И поэтому не он зависит от Библии, а Библия зависит от него. Что важно? Человек, Личность или Знание? Если вы думаете, что Знание важно, тогда, если это Знание приходит к вам в форме информации, вы никогда не вырастите. И поэтому целители, которые работают с чакрами в разной форме и в разном применении, они болеют. Они болеют. Они больны и они расстроены всегда. Если они действительно могут очистить и излечить чьи-то чакры, почему они не могут излечить себя и свои чакры? Потому что у них нет опыта чакр. Что они читали, что они слышали, что они видели в форме изображений, и они имплементировали это как иллюзорную технику медитации, внутренней концентрации. Как вы знаете, что Сахасрара фиолетового цвета? Как вы знаете? У вас опыта нет. Как вы знаете, что Агна чакра голубая? У вас нет опыта. Как вы знаете, что Вишудха символизирует небо или пространство? У вас нет этого опыта. Как вы понимаете, что Муладхара красного цвета? У вас нет этого опыта. В результате чтения психологических книг вы можете понять психологию другого человека, но в вашей жизни от этого особо ничего не меняется. Я видел людей, которые читают психологическую литературу или практикующих психологов. Они такие же, как другие в своей обычной жизни. Они также злятся. Они также злятся. Они также любят влюбленные. Они также обманывают людей. Они такие же, абсолютно ничего не меняется. И если кто-то приходит к ним для терапии, у них также есть свой терапевт, которому они ходят на терапию. И поэтому я всегда говорю вот так. Если слепой ведет слепого, то они оба упадут в колодец. А как вы можете лечить кого-то, если вы сами больны? Только физически. Вы можете вылечить кого-то, если вы сами болеете. Если, например, у человека зажим в теле, вы можете сделать ему массаж и помочь ему. Если у человека, например, проблемы с ногами, доктор может сделать операцию, даже если он сам болен. А даже если доктор болен, на физическом уровне он может вылечить, излечить другого. Но эмоциональная боль Доктор не может прочувствовать вашу боль, даже если он порежет вам все ваше тело. А может ли медицинская наука понять, какую эмоциональную боль вы испытываете? Они могут объяснить это на гормональном, химическом или неврологическом уровне, но эмоцию они увидеть не могут. И если даже они присоединят к вам оборудование, чтобы посмотреть, какие вы видите сны, Максимум, что они могут выяснить, это были ли вы счастливы во сне или вам было страшно. Они никогда не выяснят, прыгали ли вы с дерева, ходили ли вы по воде или делали ли вы что-то еще во сне. Нет. Это внешний опыт. А внешний опыт, он имеет очень мало общего с тем, что происходит внутри. И тем не менее внешнее выражение Оно является результатом внутреннего опыта. Я всегда говорю Забудьте о человеке, который не может говорить, кто немой. Что он сможет вам объяснить какой-то вкус, например. Но даже если он обнаружит, что он может говорить, То он также не сможет сказать словами и описать этот вкус. И внешний опыт и внутреннее переживание это две разные вещи. А книги Они выносят все вовне. Они создают все вовне. И иногда, когда вы прочитаете книгу Одно ясно точно Что вы можете очень легко потерять дорогу. Например, вы едете по навигатору. Все, что создано человеком, там всегда есть возможность ошибки. Например, у меня седьмой айфон. Он никогда не показывает направление правильно. Он не знает, что есть проблем с телефоном. Он никогда не показывает направление на север. Он показывает мне запад как север. И, например, если это единственный способ для меня узнать направление Если у меня нет реального опыта определения направления Если я не знаю, в какой стороне что Тогда я буду верить телефону И когда я ему поверю, то я потеряю направление И если, например, писатель сделал какую-то ошибку в изложении своего опыта И я вам 100% даю гарантию, что вы сделаете ту же ошибку Я был в 6 классе И я был хорош в математике И был человек, который сидел за мной И я никогда не прятался и всегда писал свои задачи открыто И я получал 97 баллов из 100 И он получил 89 из 100 И мой учитель позвал меня, подозвал И сказал, ты у него списал? Я спросил, сэр, у вас как с головой? Я сижу впереди А он сидит за мной Как я могу у него списать, не поворачивая головы? И в классе всегда кто-то смотрит, чтобы никто не списывал И если я буду писать назад, кто-нибудь заметит наверняка И я не могу у него списывать И я не могу у него списывать Возможно, он списал Я не говорю, что он списывал, потому что я не знаю Он говорит, потому что у вас одинаковые ошибки И поэтому я смог выяснить, что кто-то у кого-то списал Смотрите Вы оба сделали одни и те же ошибки Поэтому если в книге будет ошибка На 100% человек, который будет читать эту книгу, он ее также сделает Когда я первый раз прочитал перевод Йога-сутры Патанжали на русский язык Потому что это не кто-то, кто знает Санскрит и переводит Это кто-то, кто знает английский и переводит с английского И тот человек, который перевел на английский, он не знает Санскрита И он не йог И даже если он будет знать Санскрит, он не поймет, что там говорится Например, мы с вами знаем английский Но приходит какой-то доктор И начинает разговаривать на английском с применением специальной терминологии Что мы поймем из этого Практически ничего Поэтому дело не в том, знаете ли вы язык или нет Если вы переводите какой-то текст Санскрита на английский И если вы не практик йоги, тогда ваш перевод будет всегда некачественный Я посмотрел более чем 20 переводов Патанжали-йога-сутры на английский язык Сделаны индийцами и иностранцами И во всех в них очень много ошибок Forget about them Those who have translated from Sanskrit to Hindi Забудьте об этом Те, кто переводил Санскрита на Hindi Они используют один и тот же алфавит, одни и те же буквы там Там все равно куча ошибок Что происходит? Человек, который делает перевод, он не практик йоги У него нет прошлого в йоге И тогда он никогда не поймет, что написано, но он поймет то, что он хочет понять Я приведу вам один пример Патанжали-йог-сутра, вторая сутра, йога-сутра-патанжали звучит вот так И английский перевод, и перевод на хинди И перевод, который сделан на хинди, звучит так Что мы должны контролировать состояние ума, чувство ума Если вы посмотрите на английский перевод Английский перевод говорит, что мы должны контролировать ум, останавливать ум А если вы посмотрите русский перевод, они говорят Мы должны захватить ум Но на самом деле значение состоит в том, что мы должны растворить ум И растворение, или удаление, и контроль Имеют очень большую разницу И разница такая большая, потому что контроль это то, что вы держите в порядке или под контролем А растворение, или уничтожение означает то, что вы просто убираете это, убиваете, удаляете Поэтому очень большая разница здесь И когда делаете перевод, например, с санскрита на английский и с английского на русский, то смысл уже потерян И поэтому я голосую только за научные книги Или книги о каком-то внешнем материальном знании Но я против всех книг, которые говорят о духовности и обо всех вопросах, связанных с духовностью Лучше у вас будет человек Чем у вас будет книга Или просто подсоединяйтесь к библиотеке Все знание, оно здесь И в космосе огромная божественная библиотека И вы можете оттуда напрямую загрузить что угодно Вам просто нужно выйти за пределы ума Если вы знаете, как выключить ум Тогда в состоянии не ума вы можете загрузить себе что угодно Только вам эту технику надо изучить Поэтому чакры Они даже не были частью йоги Вы читали Йога Сутры Патанжали? Говорит ли он о чакрах? Нигде он не говорит о чакрах Чакры никогда не были частью практики йоги Более поздние авторы Тысячу лет, пятьсот лет, двести, сто, пятьдесят лет назад Которые не были йогами Они писали о чакрах в йоге И хотя Патанжали не был йогом Патанжали сделал текст знаний йогических мастеров А большинство людей на западе возможно этого не знают Патанжали никогда не практиковал даже одной асаны в своей жизни Он был очень хорошим писателем И поэтому он был просветленный человек своего времени И поэтому И жил йогический мастер Бхагаван Хиранья Бхарва Бхарбха В то время Гарбха Гарбха И этот мастер говорил, а Патанжали записывал Потому что Патанжали был прекрасный писатель И после того, как книга была закончена И он спросил мастера, какое название дать этой книге И вы знаете, учителя, они и есть учителя И он сказал, подпиши ее своим именем И поэтому эта книга стала называться Патанжали йога сутра И на самом деле Патанжали это тот, кто только записал ее А все знания ему дал мастер А знаете, как Патанжали умер? Его съел лев Он давал сатсан Где-то в районе Ом Кхимат Пришел лев, люди убежали, а он его съел И после того, как он написал эту книгу Он понял, что очень важно практиковать И он старался практиковать сначала философию И параллельно он делился этим с людьми Но если кто-то действительно настоящий йоги Никогда никакое животное его даже не укусит Не говоря уже о том, что оно может его съесть Если вы хотите провести эксперимент А если вы думаете, что вы йог Отправляйтесь в какой-нибудь из национальных парков Встретьте тигров, пообнимайтесь с ними Медведи, например, в России Можно вот к медведям пойти Идите, обнимите их Если они обнимут вас в ответ И не будут с вами бороться Если они не одомашненные животные Или животные из-за парка, нет И если дикое животное обнимет вас Без какой-либо агрессии в вашу сторону Тогда вы действительно йоги Я поклонюсь вам тогда Но если вы не йог Тогда поведение будет другим И будьте осторожны Потому что А человек, который практикует йогу Он следует принципам ямы и ниямы абсолютно А первая яма Это ахимса Ахимса есть ненасилие А из ума А голосом И в действиях Если кто-то следует принципам ненасилия в течение 12 лет А когда я говорю об уме Мы также подразумеваем сны Тогда у человека не будет врагов в этом мире Это так говорит Патанджили Хорошо? И поэтому я говорю, что он не был йогом И возвращаясь к чакрам А и опыт чакр он не пережил теми людьми, которые о них писали И я хочу вам сказать одну вещь очень четко Я не говорю, что чакры существуют или не существуют Я просто говорю, что если вы будете верить в чакры, тогда вы никогда не сможете достичь просветления в вашей жизни Вы никогда не сможете достичь просветления в вашей жизни, если вы будете верить в чакры Вы можете об этом просто болтать, но для того, чтобы это прожить на практике, вы должны удалить все эти мысли из вашей головы И если я вам действительно начну объяснять условия по каждой чакре И тогда вы поймете, что нету никого, кто отвечал бы этим требованиям Поэтому никто даже не начал это путешествие Даже если мы называем их сверхучителями Поэтому давайте это оставим и не будем обнажать тут правду А в противном случае это будет каша Первое Забудьте о чакрах Если вы действительно хотите идти по пути духовности Если вы хотите прогрессировать и развиваться в своей жизни Выйдите за пределы так называемой духовности Приходят люди и говорят, у меня заблокирован сердечный центр Это заблокирована не сердечная чакра, а весь человек заблокирован Просто забудьте об этом Не нужно идти туда и фокусироваться на этом, иначе вы застрянете Посмотрите, что происходит Вы читаете книгу Эта книга начинает создавать определенные картинки в вашей голове Потому что мы, люди, выбрали такой способ Читать только создавая образы Если наш мозг не может создать картинку, соответствующую тому, что мы читаем Тогда мы не воспринимаем эту информацию Потому что, вспомните, первый день, когда вы пошли на урок чтения в школе Они показывают вам букву А и говорят слово «эпл» И благодаря слову «эпл» И изображению яблока Благодаря картинке, которую вы видите Вы соединяетесь с словом «эпл» и букву «а» В противном случае буква А не будет иметь для вас никакого смысла Если бы вам не показали яблоко, вы бы никогда не выучили эту букву Вот так работает наш мозг Все, что вы читаете, оно создает картинки Без разделения на хорошие и плохие он просто создает картинки И если эти картинки созданы Они становятся частью вашего бессознательного И тогда они будут всплывать у вас во снах, всплывать в медитации И проявляться тут, тут, то там в вашей жизни И поэтому люди, которые читают много книг Их сны настолько пересекаются и наслаиваются друг на друга Что иногда они говорят, что я не вижу снов И они видят сны не только когда они спят, но даже когда они бодрствуют, они все равно находятся под влиянием снов Видели ли вы когда-нибудь сон, когда вы не спите? Вы думаете, и я думаю, почему вы думаете 24 на 7 мы постоянно видим сны, когда мы пробуждены Если что-то не находится перед вашими глазами в физической форме А вы думаете об этом Например, вы видите какие-то имиджи в вашей голове Если я скажу в Гималае И в вашей голове возникает изображение гор и что-то там происходит Это тоже сон Потому что здесь у нас Гималаев нет И поэтому люди, которые много читают Они видят много снов А если сон, он плотный в вашей жизни То тогда вы не можете идти по пути духовности И поэтому первая практика, которую я даю своим ученикам Это наблюдение за снами Ни медитации, ни дыхания, ничего Просто сядьте или спите и наблюдайте свои сны До тех пор, пока вы не начнете наблюдать свои сны Пока вы не научитесь осознанно относиться к вашим снам А до тех пор, пока вы не научитесь осознанно просыпаться в своем сне Вы не можете медитировать, вы не можете идти по пути духовности Говорить можно что угодно И никто не может внутри проверить, просветленный вы или нет Я могу сказать, что я есть Будда А вы скажете, что ты не похож на Будду что-то Но я скажу, что я просветленный И у вас нет никаких способов доказать, что я просветленный И у меня нет никаких способов доказать обратное И поэтому нам необходим учитель Учитель, который увидит нас через нас И сможет помочь Скажет, нет, нет, Митра, нет Давай, тебе еще надо поработать И это очень важно И духовность Она никогда не обретается посредством книг Читал Будда книги? Сегодня половина мира, не половина мира, две-трицей мира Среди населения читают книги Будды Не только буддисты, а просто обычные люди читают А Будда читал книги? Возможно, обо каких-то мирских вещах Но он не читал никаких книг о духовности Кришна читал какие-то книги о духовности? Рама, Мухаммад, он был даже неграмотный Он не знал, как читать Никакой просветленный, состоявшийся духовный человек Не читал никаких духовных книг До того, как это с ним случилось А тот, кто читает Учитель сначала старается, чтобы они забыли, что они их читали Один из величайших святых людей, рожденных на этой земле Тот, кто основал Организацию Ари-Самадж Свами Дейянанда Сарасвати Свами Дейянанда Сарасвати У него был настолько сильный контроль С его собственного тела Что даже когда была минусовая температура Он не надевал никакую одежду Он был великим йогом И когда он отправился к своему учителю Свами Дейянанда Сарасвати И попросил его о дикше или посвящении Попросил его указать ему путь И тогда учитель сказал ему Ты сначала выброси ту огромную корзину В которой ты несешь все книжки, которые ты прочитал И затем приходи ко мне И у него это заняло 4 года Чтобы он забыл все то, что он раньше изучил Зачем тогда учиться? И только тогда он взял его в ученики И показал ему путь И вам нужно очень четко понять Что все усилия на духовном пути Направлены не на то, чтобы что-то выучить И то, что я говорю и то, что вы слушаете Это не для того, чтобы научить вас чему-то У меня есть одна только надежда Что в один день вы устанете И поэтому я буду говорить очень много А до тех пор, пока вы не устанете У меня будет работа И когда вы устанете То тогда мне не нужно будет больше говорить И мы сможем посидеть с вами в тишине И все основное, в чем заключается Продвижение по духовному пути Вы должны забыть все то, что вы выучили до этого За все предыдущие жизни И я не хочу создавать еще одну иллюзию Относительно чакр Поэтому говорить о чакрах я не буду И когда мы говорим о том, что мы растворяем наше тело И вы можете делать осознанно И чакры вам для этого не нужны Вы ложитесь на землю И чувствуете, как будто ваше тело умерло Отпускаете всю праническую энергию из тела И чувствуете, как снижается энергия в вашем теле И ваше тело начнет становиться тяжелым И чем больше вы будете фокусироваться И чем больше вы будете отпускать энергию Тем больше, тем тяжелее будет становиться ваше тело И когда вы почувствуете, что вы почти уже умерли А ваше тело станет как камень И вам не нужно уже будет ничего растворять Потому что ваше тело уже растворится Это один путь Другой путь это вы можете сесть где-то комфортно Например, в ситхасане или на стуле И почувствуете, что просто ваша нога отмерла У нее нет энергии И тогда нога станет тяжелой Затем другая нога отмерла В ней нет энергии Руки И затем вы достигаете себя самого И вы также отмираете И когда часть за частью вы растворите все свое тело Вы достигнете того предела, где вы соединяетесь с вашим телом Слышали ли вы где-то, что первый шаг – это уже половина пути? Слышали такое выражение? Это правда А первый шаг – это что? Первый шаг – это что? Понять, что вы соединены с вашим телом посредством чего-то А вы не знаете этого А когда вы осознаете это Где вот эта дверь между вами и вашим телом? Этот первый шаг к духовности Он составит уже половину всего вашего пути И практики йоги, практики тантри и бхакти Они все направлены на то, чтобы человек смог найти вот эту дверь Которая соединяет нас самих и наше тело И они все над этим работают просто разными путями На каком-то пути вы соединяетесь с абсолютом и вы исчезаете Если вы будете в абсолютном эго Вы тогда также исчезнете И если вы будете в стопроцентном преклонении Вы также растворитесь Цель в том, чтобы вы растворились, исчезли Чтобы вы действительно поняли, где вы И я всегда говорю, не делайте специальные медитации Все, что вы делаете в вашей жизни Присутствуйте в этом на сто процентов Каждый момент, который проходит в вашей жизни Это должен быть первый и последний момент Вы должны его проживать Вы должны в нем жить И поверьте мне И когда вы живы в своей жизни Даже люди, которые окружают вас, они чувствуют это И это на самом деле самое важное, над чем работает вся духовность Будда говорил, серединный путь – это верный путь Что такое серединный путь? Буддисты решили, что тебе не нужно делать сложную практику И тебе не нужно делать очень легкую практику Они не выбрали самсару Но и они не выбрали абсолютное саньясу отречение Они создали коммуны И стали жить сообществами И не как обычные мирские люди И не как святые отрешенные люди Но это не есть серединный путь А постоянно мы живем Либо в прошлом, либо в будущем А момент, когда вы думаете, что вы думаете Вы всегда думаете либо о прошлом, либо о будущем Вы не можете думать о настоящем моменте Это невозможно А в тот момент, который проходит вот сейчас Вы не можете думать А если вы соединитесь с тем моментом, который сейчас Тогда вы выйдете за пределы ваших мыслей Это то, о чем говорит вторая сутра в Йога-сутрах Патанджали Она говорит о том, что мы должны выйти за пределы ума Растворить ум И когда вы живете в моменте, вы находитесь выше ума Вы не живете ни в будущем, ни в прошлом Вы находитесь именно сейчас и именно здесь И все техники медитации, они направлены на то, чтобы привести вас сюда в настоящий момент Вы потеряны Но вы не потеряны ни вовне Вы потеряны и внутри И вы стараетесь еще больше затеряться Делая какие-то умные практики с умными учителями или делая еще что-то такое Но таким образом вы еще дальше отдаляетесь от своего пути Человек, который спит Его можно разбудить Но человек, который притворяется, что он спит Его невозможно разбудить Мне нравятся атеисты больше, чем религиозные люди Потому что есть возможность, чтобы они стали духовными Но духовные люди И религиозные люди Они настолько разные Что нету даже надежды на то, чтобы религиозные люди стали духовными Потому что они уже знают, что они знают И они знают, что Кришна есть где-то там И что, когда человек умрет, он отправится к Кришне и будет жить рядом с ним Что вы сделаете с таким человеком? А как вы можете работать с ним вовне и внутри? Если ты уже определил и зафиксировал свою судьбу Ничего не может измениться в твоей жизни И все мусульмане, они верят, что они умрут, пролежат в земле И потом настанет путь, когда Аллах их призовет Все встанут и пойдут И также верят христиане Как вы можете делать что-то с людьми, которые уже умерли? У них уже определен путь назначения И они уже все для себя решили Поэтому разговаривать с ними не имеет никакого смысла И очень много я получаю приглашения от религиозных людей Которые хотят поговорить о духовности И я всегда говорю нет Что мне это не интересно Потому что А мы едем в разных поездах и в разных направлениях И там нет никакой необходимости говорить Я на своем пути И кто приходит со мной на мой путь Я говорю только с этими людьми И я не думаю, что произойдет с миром Я не собираюсь спасать мир Я не Иисус Христос Поэтому лучше не фиксируйтесь на вот эти идеи чакр И не важно, что с ними произойдет Как вы будете с ними работать Но факт в том, что вы не сможете идти И по пути духовного развития Если вы будете фиксироваться на идее чакр Если вы живете в обычном мире Как обычный человек Без каких-либо высоких мыслей о духовности Только тогда есть шанс, что с вами что-то может произойти Ананда прожил с Буддой всю свою жизнь И Будда каждый день давал сатсанги И Будда давал очень много практик Люди приходили за практиками медитации Другими практиками И Ананда был постоянно рядом с ним Люди говорят, что даже в туалет за ним ходил Конечно, в те времена не то, что ты в одной кабинке с кем-то сидишь Но люди ходили в лес, и это нормально, когда ты идешь в лес вместе Мы в детстве тоже так делали Знаете, в деревне дети кричат вот так Пошли в туалет Они идут вместе, сидят под разными кустами И разговаривают друг с другом И когда люди идут в туалет, они даже могут поговорить о чем-то серьезном И возможно, да, что Ананда действительно ходил вместе с Буддой в туалет До того момента, пока Будда не покинул свое тело Ананда не мог получить просветление Он знал все, что говорил Будда И Будда всегда говорил И все, что он говорил, Ананда слушал И он слышал это, и все сацанги проходили в его присутствии Но ему это не помогло Он не смог получить просветление благодаря этому И очень много людей приходили к Будде и получали просветление, но Ананда не менялся И некоторым людям было даже не интересно, о чем говорил Будда, но они получали просветление Ананда знал все, но не просветлел Потому что чем больше ты знаешь, тем сложнее тебе получить просветление И только шок, который он испытал в результате смерти Будды Потому что когда Будда умер, Ананда понял, что он потерял все И я не получил просветление, я потерял все это время И я потратил его ни на что И только тогда он смог просветлеть После того, как он потерял все, он смог получить просветление И не с помощью какого-то знания Помните, как Будда получил просветление? Только после того, как он оставил все, что он знал до этого Поэтому знание Оно хорошо на определенный момент для каких-то вещей Но это также ваш последний барьер, чтобы перейти на путь духовности Поэтому о чакрах не очень интересно разговаривать Во всяком случае для меня Если вы действительно будете практиковать какие-то техники, связанные с чакрами Тогда мы сможем об этом поговорить Но я даже понимаю человека, который спрашивает У этого человека нет никакого реального опыта чакр Этот весь опыт он получен только через уши И через глаза, через то, что он прочитал Поэтому мой совет лучше забудьте о чакрах Хорошо? Следующая вопрос Что вы имеете в виду, когда вы говорите, что нужно узнать себя? Что это включает? Ваш характер, ваши паттерны поведения Понимание своих желаний Или речь идет о вашем высшем Я Ничего я не имею в виду И все Когда я говорю, что мы должны знать себя Я имею в виду, что надо знать себя Вы не знаете себя А вы знаете, кем вы были Вы знаете, кем вы будете Но вы не знаете, кто вы есть Вы знаете все ваше прошлое Вы знаете, что вы создали какое-то иллюзорное будущее И вы знаете, кем вы были раньше И вы думаете, что вы знаете, кем вы можете стать Но вы не знаете, кто вы есть И в этом проблема И когда я говорю о том, что вы должны узнать себя Или знать себя Я не говорю о том, что вы должны знать, кем вы были Или кем вы можете стать Я говорю о том, кто вы есть Вот в этот настоящий момент Знать себя в этот настоящий момент Это значит знать себя Знать себя в прошлом или будущем Это уже не себя Это уже не вы И нет шанса вернуть это А помните себя в детстве Всегда вы думали, что вы хотите вырасти А стать взрослыми, как ваши друзья Или как подростки, которые могут везде сами ходить И когда вы были тинейджерами И вы уже мечтали о том, чтобы еще подрасти И вы бы смогли спокойно ходить в клубы и в бары Чтобы вам стало 20 или 30 лет Когда вам было 20 или 30 Когда вы думали о том, что может быть вам нужно создать отношения или семью Но потом вы создали отношения и семью И потом вы поняли, что было лучше, когда у вас не было ни семьи, ни отношений Вы становитесь старше Вам исполняется 50 И вы понимаете, что в подростковом возрасте была такая классная жизнь А вам становится 70 И вы думаете, что я был таким счастливым в своем детстве Что происходит-то? Вы никогда не наслаждаетесь тем, кто вы есть Вы никогда не получаете наслаждение от того, кто вы есть сейчас И если вам не нравится, кто вы И если вы не знаете, кто вы В этом моменте Тогда как? Как вы можете расти тогда? Вы не сможете И если вы принято, что вы не можете расти, тогда с этого момента вы можете начать расти Но надежда, что в какой-то момент вы начнете или не начнете расти Только надежда вам не поможет сдвинуться с места И поэтому, когда я говорю, что нужно узнать себя Давайте поменяем формулировку Будьте собой Будьте собой в этом настоящем моменте Что необходимо прямо сейчас Для меня, например, говорить, а для вас слушать И все остальное не важно И поэтому в этом моменте не должно быть больше ничего И если вы сосредоточены полностью на мне, а я сосредоточен полностью на вас То тогда мы готовы Готовы Мы находимся там, где мы должны быть Это единственная задача И от самого рождения до самой смерти у вас есть только одна задача Быть там, где вы есть Мы находимся везде Но только не там, где мы есть на самом деле Люди приходят, садятся на сатсан Или они сидят перед телефоном О, у меня хлеб там готовится Нужно забрать его из тостера О, у меня парадха там уже почти пожарилась Митр сегодня очень долго разговаривает Мне уже пора бежать встречаться с друзьями Вы везде Кроме того, чтобы быть здесь И если вы не здесь То тогда все мои усилия, они бесполезны И каждый день я трачу полтора-два часа на то, чтобы обрести один единственный момент А чтобы вы были в этом моменте Это самое ценное в этом мире И поэтому не бегите за чем-то Не стремитесь, не создавайте себя А не делайте упаковку А вы как свободный ветер Не вешайте на себя ярлыки Не определяйте себя таким и таким Вы есть ничто И вы есть все Поэтому не вешайте на себя ярлыки Поэтому иногда, когда люди говорят О, я вегетарианец Зачем тебе вообще это говорить? Если кто-то тебе что-то предложит Просто скажи, я это не ем и все Я вегетарианец 17 лет И тебе надо медаль за это дать Или тебе нужно Нобелевскую премию вручить Я не убиваю животных ради своей еды Ну и что, убиваешь растения А любое живое существо на этой земле Не может существовать без того, чтобы не убивать другое живое существо Те, которые называют себя праноедами Они постоянно употребляют бактерии, микроорганизмы вместе с воздухом И если в здоровой атмосфере вы делаете один вдох Вы за него убиваете 72 тысячи микроорганизмов Просто в одно дыхание Поэтому, как вы можете жить, не убивая? А что вы убиваете, это не так важно Может, это важно только во внешнем мире Если вы убьете комара, никто вас в тюрьму не посадит А если бы было правило Чтобы вас могли посадить в тюрьму после того, как вы убьете комара Тогда бы никого не осталось, кто бы убивал комаров Бедные москиты, мы не сделали для них никаких правил Поэтому мы не можем контролировать вот это убийство вовне Вы съедите что-то До тех пор, пока вы живы Например, вы не будете есть животных, но вы будете есть растения Еда должна выбираться таким образом, чтобы она поддерживала вас образ жизни Она за едой не должна быть никакой философии А знаете, когда иностранцы приезжают сюда Они думают, что все люди в нашей стране, они вегетарианцы Это неправда Эта страна никогда не была абсолютно вегетарианской Только те люди, которые выполняли специальные практики или выполняли специальные ритуалы Они были вегетарианцами Да, делали исследования Самая приемлемая форма мяса Это молоко То, что всасывается телом мгновенно И в этой стране даже те, кто практиковали йогу и были абсолютными вегетарианцами Которые не ели даже лук и чеснок Они все равно пьют молоко А поэтому абсолютных вегетарианцев в нашей стране никогда не было И мы никогда это не обсуждали до тех пор, пока не появились вайшнавы И вайшнавы начали вот эту дискуссию, что есть, а что не есть Но до них никто это даже никогда не обсуждал Все ели, что хотели, и никто об этом не говорил Почему нужно говорить, что это хорошая еда, это плохая еда? Вы можете есть все, что просит ваше тело А если вы недостаточно осознанны, потому что некоторые люди говорят мне Что мое тело просит алкоголя, например А мое тело просит свинины или говядины, например Давайте, ешьте, я вас не останавливаю Я просто говорю вам Если вы не осознанно относитесь к еде То есть побочный эффект у любой еды И вам нужно будет с этим столкнуться И если я наемся, например, в полдень Я захочу поспать И это нормально, потому что это побочный эффект еды И если я не хочу днем спать Мне нужно есть либо меньше Либо есть что-то другое И когда я говорю о том, что вы должны знать себя Я говорю о вас в настоящем моменте Я не говорю о физическом теле, о ментальном теле, вашем состоянии Или даже вашей духовной составляющей И я не говорю о сознательном, бессознательном и подсознательном Я говорю о вас Не о том, кем вы были И не о том, кем вы можете стать Я говорю о том, кто вы есть сейчас, в этом месте и в этом моменте Хорошо? Следующий вопрос Следующий вопрос Вопрос был про энергетические центры в теле Почему вы один раз сказали, что когда мы делаем практику Мы должны закрывать плечи и колени Почему это важно И нужно ли закрывать остальные суставы И нужно ли это делать только в практику или в жизни тоже А самый сильный, самый важный энергетический центр в вашем теле это пупок Если пульс, который бьется запахком Он бьется не в правильном месте А то тогда энергия будет постоянно гулять в вашем теле Иногда, например, люди не могут дотронуться до своей кроножной мышцы, им очень больно Или у женщин бывают болезненные месячные Или люди могут есть разную еду, но не чувствуют прилива энергии Это все происходит потому, что пульс бьется не по центру пупка Он куда-то съехал Если вы можете обрести качественный пульс в своем пупке То тогда вы обретете высокий уровень энергии в вашем теле Например, постукивая по пупку, как я уже раньше говорил Вы также можете поднять уровень энергии в теле И сейчас для всех обычных людей А те, кто не выполняет какую-то духовную практику Им нужно понять просто, что пупок является энергетическим центром нашего тела А те, кто практикуют Они должны соединиться со своим пупком через дыхание И когда вы соединяетесь с пупком через дыхание Тогда открывается дверь, чтобы пойти внутрь А почему нам нужно закрывать колени и плечи? Если вы поймете Колени, они держат наше тело Они удерживают наше тело Если кто-то слабый Он не может нормально ходить Или он болеет И тогда мы говорим Вот так мы говорим о таком человеке Как будто у тебя колени поломаны И если человек чувствует слабость Мы спрашиваем У тебя проблемы с коленями? Это говорит о том, что колени держат все наше тело Не важно, больны у вас колени или нет Но это то место, которое более чувствительное И место, откуда энергия может выйти Потому что когда вы сидите со скрещенными ногами Видите, колени становятся острыми А энергия всегда может выйти из треугольной формы Из острого угла И поэтому колени обязательно нужно закрывать Когда вы делаете какую-то практику или медитируете И было проведено исследование Что даже если вы слушаете И вы закрываете ваши колени Тогда вы можете слушать лучше Почему? Потому что все, что проходит мимо колена Они не могут... Вот это все, оно не может вас побеспокоить Потому что колени в этот момент очень чувствительные И покрывать колени важнее, чем покрывать плечи Потому что образуется треугольник, угол И все, что проходит рядом Оно оказывает прямой эффект на ваше тело А плечи это второй момент И он не так важен для обычных людей Но когда приходят какие-то духи И стараются вас побеспокоить Или проникнуть в вас Они приходят на плечо И поэтому в большинстве традиций Говорится Что у нас есть два ангела Один сидит на правом плече Другой на левом И это говорит о том Что это такие чувствительные места для сущностей И когда вы практикуете Вы расслаблены И вы находитесь в состоянии покоя Вы не контролируете свое тело И поэтому эти места могут быть пустыми И кто-нибудь может прийти и посидеть с вами Иногда видите у людей перекошены плечи Одно выше, другое ниже Это больше связано с духами и с привидениями Но они не опасны Вы можете это исправить даже на уровне физики Либо вы можете покрывать плечи во время медитации, практики Особенно важно, если вы проходите мимо каких-то особенных духовных мест Покрывать плечи Потому что все вот эти негативные сущности Они живут рядом с церквями Рядом с мечетями, с храмами Потому что они потеряны И им кажется, что вот отсюда, из этого места Они могут пойти куда-то в другом направлении И поэтому традиционно Рядом с храмами Они никогда не разрешали строить ничего И если вы хотите построить или купить дом Особенно если это не коммуна, а ваш личный семейный дом Он никогда не должен стоять рядом с мечетью, церковью или храмом В противном случае обязательно у кого-то в семье будут ментальные расстройства Примедите эксперимент Я не говорю про людей, которые живут внутри церкви Или внутри храма Я говорю о тех, кто живет рядом И соберите данные Тех, кто живет рядом с церковью, мечетью или храмом Возьмите 10 семей или 100 человек Вы увидите, что 60-70% будут иметь ментальные расстройства А нет причины, да? И научно там нет никаких причин Но тем не менее они ментально больны Я иногда видел, что дети, которые рождаются в таких местах У них может быть ментальный паралич И поэтому ашрамы всегда строились в отдалении, в лесу Чтобы никто не строил рядом жилье Потому что если вы живете внутри ашрама, тогда это другое дело Потому что он защищенная территория Но если вы живете рядом с ашрамом и строите там свой дом Тогда это не очень здорово Также это касается церкви И в этом мире очень много энергий, о которых наука не имеет никакого представления Но это не значит, что их не существует Потому что наука В ней есть очень много опыта Очень много есть ситуаций, когда наука отрицает, что что-то возможно Но потом рождается кто-то, и это становится возможным И сегодня наука говорит, что души не существует Но за кулисами некоторые ученые это принимают и подтверждают Конечно, мы не можем увидеть душу, но опять же душа это не какая-то материя или мышцы или что-то форма Возможно существует какая-то энергия Они не хотят называть это душой напрямую Они называют, например, это энергией А какой закон энергии? Это такой же закон атмы Энергия не может быть не создана Атма никогда не может родиться Энергия никогда не может быть уничтожена Атма никогда не умирает Энергия может трансформироваться Принимать одну форму и другую Атма также меняет тела и переходит из одного тела в другую И наука говорит то же самое, о чем нам говорит духовность Просто разный язык И когда языки разные, иногда, возможно, непонимание Если вы говорите по-русски А я не знаю русского И я скажу, о, сегодня такой красивый закат А вы скажете Вы не знаете английского О, сегодня закат такой красивый О, сегодня солнце так красивый Мы говорим одно и то же Но мы, возможно, не согласимся друг с другом Потому что мы не понимаем языка Это как глуховатые люди Например, два глухих друга жили вместе И один глухой сказал другому глухому Я пошел на рынок, тебе нужно что-нибудь? И другой ему отвечает Ты на рынок идешь? И тогда вот ему отвечают Ну, если тебе ничего не надо, я пошел А первый говорит Ой, я думал, ты на рынок пойдешь И они друг друга не слышат Когда ты не знаешь языка Это так же Это может быть так же А человек говорит Собака А, например, слово собака по-английски будет dog А когда англичанин услышит слово на хинди кутта Он не поймет, что мы так же говорим о собаке А когда человек, говорящий на хинди Услышит говорящего на тамильском И называющим собаку Найи Он не поймет, о чем речь И все эти люди, они могут начать ссориться Потому что они не понимают языка друг друга И не понимают, кто о чем говорит И вот это то, что сейчас происходит в мире Больше ничего не происходит Поэтому, когда вы не находитесь с собой А у вас меньше энергии И когда вы находитесь в ладу с собой У вас неограниченное количество энергии А энергетические центры Это пупок А колени и плечи Это чувствительные места И поэтому нам нужно покрывать Я встречала одного человека Он был из Лондона И у него было очень сильно опухшее ухо Знаете, что случилось? Он практиковал тратаку Фокусируясь на свечке И знаете, как в Вест На Западе очень популярно ходить голым И делать медитацию в таком виде Но если нет какого-то специального защищенного места Или если вы не находитесь в гармонии с природой То вот тогда такие вещи могут случиться И врачи ему сказали, что ему надо отрезать ухо Что нет выбора Я жил с одним святым человеком И этот человек пришел туда И после того, как мы его увидели Этот баба спросил меня Митра, как ты думаешь, что у него за проблема? Я сказал, у него там сущность сидит в ухе Он сказал, тогда убей его И я читал определенную мантру И сделал определенный ритуал для его уха У нас заняло это 7 дней И ухо стало нормальным И мы не давали ему никаких препаратов Я не думаю, что вы хотите идти на такие риски Не хотите, чтобы у вас было огромное опухшее ухо И поэтому, когда вы делаете какие-то медитации или практики Покрывайте колени и плечи И даже те люди, которые могут защитить себя от влияния любой внешней энергии У них всегда есть дополнительная шаль или кусок ткани Иногда она шерстяная Если у вас нет шерстяной, вы можете использовать красную или черную И вы можете покрывать себя Потому что все бабы, они носят с собой ткани или шаль И покрывают себя Это также помогает вам поднять свою энергию Хорошо? Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами Ом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok